Мастера вот здесь сидят, они начинают собирать ее, он сюда натягивает. Это уже идет как бы последняя стадия обуви. С течения обстоятельств в жизни Раджи привели его в удручающее положение. Ближайшие три года он проведет в стенах исправительного учреждения, но это время он решил не терять зря. В колонии Раджи приобрел профессию и начал зарабатывать. Приходим сюда работаем, получаем зарплату и можем спокойно там ходить в магазин покупать. Например, не затруднять родителей, им что-то, чтобы они сюда передавали нам, дачки, чтобы делать. Если ты сам можешь это делать, зачем родители беспокоятся? И все, спокойно работают. В колонии базируется филиал профтехучилища. В нем на выбор обучают восьми техническим специальностям. Среди них металлообработка, деревообработка, швейное дело. На данный момент в училище колонии номер семь обучаются 80 студентов. Продукция УФСИН сегодня на расхват. За прошлый год объем заказов возрос с трех миллионов до тридцати. Заказчики товаров как частные лица, так и предприниматели. А также учреждения выполняют госзаказы. Сегодня мы организовали здесь выставку. Мы периодически организовываем такие мероприятия для популяризации производственного сектора, нашей уголовно-исполнительной системы, чтобы люди видели, знали, что у нас тоже организовано производство. И если взять историю, во времена СССР, уголовно-исполнительная система, то есть объемы производства, были на третьем, на четвертом месте. То есть в масштабах страны всей. Поэтому сейчас мы возрождаем эти традиции. Это все оплачиваемый труд. И, соответственно, зарплаты, которые осужденные получают, мы возмещаем. Мы платим, во-первых, налоги все. То есть это единый социальный налог, пенсионные отчисления. НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который идет в местный бюджет, пополняет администрацию местного бюджета. Мы оплачиваем иски, то есть восстанавливают иски. У осужденных могут быть исковые заявления. То есть причинил ущерб, его выразили в сумме, и исполнительный лист на возмещение. После освобождения Раджи Асланов планирует продолжить свое дело, а в полученном образовании видит свое будущее. Ну, я сюда изначально из-за этого и пришел, потому что если я здесь научусь делать, шить обувь, собирать ее на воле, это уже кусок хлеба можно зарабатывать на этом. Это более-менее хорошее. Можно спокойно свой магазин открыть или ремонт обуви, например. Ну, это научит меня многому.